Игры интересны тем, что позволяют интеллектуально развиваться, постоянно чем-нибудь интересоваться, потому что знаешь, что можешь себя как-то проявить. Вместе со своей командой «Берестия» Наталья решила принять участие в ежегодном конкурсе «Эрудит», который проводит Брестская областная организация «Белтис». В этот раз в борьбу за главный приз вступили как опытные участники, так и команды-новички. В этом году мы еще задействовали большее количество людей и приехала к нам из 10 наших первичных организаций, то есть больше 50 человек уже. Это тоже очень радует, люди желают играть. И возраст команд различный, от школьников, от нашей Жибенковской школы, до людей пожилого возраста. В 2017-м организаторы интеллектуального состязания решили отойти от обычного сценария проведения, который во многом был схож со знаменитой игрой «Брейн Ринг». В этот раз фарма стал совершенно иным. В последнее время, лет 8, мы играли по системе «Брейн Ринга». К нам приезжало до 8 команд из области. В этом году мы решили аккумулировать различные игры по желанию игроков. И в этом году будет у нас проходить по 5 турам, то есть 5 различных игр, где будет и принцип «Что, где, когда», и принцип «Лото», принцип «4 на 4», когда будет в одном туре различная тематика, 4 темы будут отвечать. Более 50 участников изъявили желание принять участие в очередном интеллектуальном конкурсе «Эрудит». Борьба шла за каждое призовое очко. В работе людям с ограничением по зрению помогали волонтеры-студенты Брестского государственного университета имени Пушкина, где и проходило испытание в этом году. Интеллектуальная игра – это в первую очередь конкурс, где есть призеры и победители. В 2017-м главную награду турнира увезла с собой Драгичинская районная организация «Белтис».